Влияние физических нагрузок на иммунитет Занятия спортом и другие физические нагрузки могут как укрепить иммунитет, так и ослабить его. Здесь, как сказал Гиппократ, систематически умеренные нагрузки укрепляют иммунную систему, но люди, которые ежедневно по несколько часов занимаются спортом или тяжелым физическим трудом, напротив, ухудшают защитные свойства иммунитета. Для иммунитета полезны тренировки с умеренной интенсивностью. Полное отсутствие физической активности ухудшает кровообращение во всем теле, в том числе и в органах иммунной системы. У людей, которые мало двигаются, снижается сопротивляемость инфекциям. Отсутствие работы мышц означает отсутствие активного дыхания. Если человек не дышит полной грудью, то реснички на эпителии, слизистые оболочки дыхательных путей не выполняют свою функцию по удалению мелких инородных тел, бактерий, пылинок. Поэтому микроорганизмы, попавшие в бронхи и легкие, могут закрепиться на слизистой и вызвать болезнь. Умеренная физическая активность, пешие прогулки, легкий бег, работа на приусадебном участке, тренировки в спортзале повышают выработку иммунных клеток, которые обеспечивают первую линию защиты против вирусных инфекций. Также занятия спортом позволяют сохранить баланс между всеми компонентами иммунной системы, благодаря чему удается избежать сильно выраженных воспалений, аллергических реакций. Работа мышц улучшает кровообращение и доставку ко всем клеткам организма, питательных веществ и кислорода, что улучшает их функционирование и является профилактикой раннего старения. Интенсивные занятия спортом повышают риск заболеть и помогут вызвать тяжелое течение заболевания. Клинические исследования доказали, что люди, которые издуряли себя физическими тренировками, болели чаще и тяжелее тех, кто спортом вообще не занимался. Для иммунитета лучше заниматься спортом часто и понемногу. Важно отложить тренировки до выздоровления, а затем постепенно увеличивать физические нагрузки. Как гиподинамия влияет на иммунитет? Низкий уровень физической активности улучшает иммунитет. Гиподинамия снижения нагрузки на мышцы. Результат малоподвижного образа жизни. Это состояние наблюдается у большинства городских жителей, независимо от возраста. Гиподинамия оказывает негативное влияние не только на мышечную систему, но и на весь организм. Бездействующие мышцы не обеспечивают хорошее кровообращение и не стимулируют работу нервной системы. При отсутствии физической нагрузки в организме происходят следующие изменения. Ухудшается кровообращение головного мозга. В результате кислородного голодания нервных клеток снижается работоспособность. Ухудшаются память и внимание. Появляются раздражительность и гневливость. Нарушается работа вегетативной нервной системы, управляющей работой внутренних органов. Появляются вегетативные расстройства. Вегетососудистая дистония. Боли в области сердца и желудка. Отдышка. Нарушение пищеварения. Преимущественно запоры. Нарушается венозное кровообращение во всем теле. Проявление варикоз, тромбоз, вен, нижних конечностей, геморрой. Уменьшается емкость легких и ухудшается легочная вентиляция, что провоцирует бронхиты, реже воспаление легких. Гипертрофия мышц. Снижение их массы и объема. Уменьшение мышечной массы и выносливости. Разбалансированность органов и систем. Ее признаки нарушения уровня гормонов. Нарушение белкового и углеводного обмена, что может спровоцировать сахарный диабет. Нарушается механизм терморегуляции. Связанное с реакцией сосудов на смену температуры. Выходя из теплого помещения, человек теряет тепло, что приводит к переохлаждению и развитию простуд. Повышается зашлаколность. Замедление кровообращения приводит к накоплению продуктов, обмена веществ в клетках и тканях. Это снижает местный иммунитет. Слизистые оболочки становятся рыхлыми. В них легко проникают микроорганизмы. Это может проявляться насворком, фарингитом, бронхитом, пневмонией, гастритом и циститом. Перечисленные факторы влияют на иммунную систему, снижая ее защитные свойства. Уменьшается выработка иммунных клеток. Нарушается их созревание и дифференциация. Снижается синтез иммуноглобулинов. Результатом являются частые вирусные и бактериальные заболевания дыхательных путей. Вывод. Если вы ведете малоподвижный образ жизни, то включите в ваш распорядок дня хотя бы один вид нагрузок. Ежедневные пешие прогулки продолжительностью 20 минут и более. Это может быть дорога на работу, в магазин и так далее. Ежедневная гимнастика подает любой комплекс упражнений. Продолжительность от 20 до 30 минут. Регулярные занятия спортом от 2-3 раз в неделю. Переутомление при высоких физических нагрузках приводит к резкому снижению иммунитета. Ситуация усугубляется стрессами, недосыпанием и недостаточным питанием. Активные занятия спортом и тяжелый физический труд истощают ресурсы нашего организма. Энергия расходуется на работу и рост мышц, увеличение силы и восстановление микроразрывов мышечных волокна. Другие органы, в том числе и иммунная система, страдают от дефицита энергии и питательных веществ. На время иммунитет снижается и ухудшается способность распознавать возбудителей болезни и обезвреживать их. Существует теория открытого окна. После длительных тренировок, вызвавших физическое переутомление, открывается окно для проникновения инфекций в организм. В этот период снижается общий иммунитет и защитные свойства слизистых оболочек дыхательных путей. Продолжительность окна от 4 до 72 часов. Таким образом, даже одна напряженная тренировка или один день тяжелой работы является причиной кратковременного снижения иммунитета. Перетренированность вызывает длительное снижение иммунитета от 5 дней до 3 недель. Перетренированность в состоянии организма, вызванное многочисленными тяжелыми физическими нагрузками. Оно характеризует переутомление, перенапряжение в отдельных органах, связках, мышц, костях. Уменьшение секреции гормонов, снижение защитных свойств, признаки перетренированности. Раздражительность, быстрая утомляемость, отсутствие аппетита, бессонница или сонливость. Нарушение координации, учащение пульса в состоянии покоя на 12 и более ударов. Нарушение менструального цикла у женщин, снижение иммунитета. Категории людей, имеющие высокий риск развития переутомления. Профессиональные спортсмены, особенно при подготовке к соревнованиям. Люди, занятые тяжелым физическим трудом. Строители, механизаторы, горнорабочие, сельскохозяйственные рабочие, работники предприятий, где труд не механизирован. Чтобы избежать перетренированности, следуйте советам. Рационально организовывайте рабочий тренировочный график. Питайтесь в соответствии с вашим полом. Возрастом, уровнем физической активности. Потребляйте больше белка. Не отказывайтесь от углеводов. Достаточно отдыхайте после тяжелой физической нагрузки. Требуется от 36 до 48 часов отдыха. В это время разрешены легкие нагрузки. Высыпайтесь. Недосып имеет свойство накапливаться. Сон не менее 8 часов в сутки для активного взрослого человека. Для ребенка более 9 часов. Приводит к изменениям в организме. Избегайте стрессов. Оптимальный уровень физической нагрузки зависит от вашего возраста и состояния здоровья. Нет идеального вида спорта, который был бы полезен всем. Поэтому ваша физическая активность зависит от ваших предпочтений и наличия противопоказаний. Например, для здоровья одним из лучших видов спорта считается плавание, которое закаливает организм, мягко укрепляет мышцы и суставы, тренирует сердце и дыхательную систему. Однако, у некоторых людей посещение бассейна вызывает насморк, атид или кожную сыпь. Поэтому к выбору необходимо подходить индивидуально. А людям с хроническими заболеваниями желательно проконсультироваться с врачом. Все физические упражнения можно условно разделить на аэробные и анаэробные. Считается, что аэробные или кардионагрузки укрепляют сердце и способствуют сжиганию жира. А анаэробные или силовые действуют на мышцы и суставы. Врачи говорят, что для продления срока жизни необходимы аэробные упражнения, а для улучшения ее качества – силовые. Для гармоничного развития тела рекомендуется чередовать оба вида тренировок. Для поддержания хорошей физической формы и нормального иммунитета вы можете выбрать один из вариантов. Люди, стремящиеся сбросить лишний вес, могут увеличить продолжительность тренировки от 10 до 15 минут без риска для здоровья. Перед началом тренировок людям старше 30 лет, которые ранее регулярно не занимались спортом, рекомендуется сделать ЭКГ и проконсультироваться со своим лечащим врачом. Вывод. Избежать снижения иммунитета при высоких физических нагрузках помогают рациональное питание, богатое белками, сложными углеводами и витаминами. Полноценный сон не менее 8 часов в сутки, избегание психологических стрессов, отказ от вредных привычек, избегание перетренированности. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok